Всем привет! Вы на канале Есть-Поесть. В сезон кабачков обязательно приготовьте это блюдо. Такие лодочки можно потушить на плите или запечь в духовке. Сюда подходят кабачки небольшого размера. Фарш берите на свое усмотрение. Я обычно использую свиноговяжий. А список ингредиентов, как обычно, открывайте под видео. Для начала на растительном масле обжарю репчатый лук. Затем добавлю морковь и обжарю все вместе. Кладу концентрированную томатную пасту, размешиваю и потушу еще немного. У кабачков отрезаю хвостики, режу вдоль пополам и при помощи столовой ложки вычищаю сердцевину, при этом оставляя бока толщиной примерно 1 сантиметр. К фаршу добавляю соль и специи по вкусу, половину обжаренных овощей, которые уже остыли. Оставшуюся часть зажарки распределяю по дну и кладу булгур, который я предварительно залила кипятком, дала постоять, а затем слила. Тщательно размешиваю. Лодочки посолю, а затем выкладываю мясную начинку, плотно ее утрамбовывая. Друзья, смотрите на моем канале и другие рецепты с кабачками, горячие блюда, закуски, а также выпечку. Видео вы найдете в одноименном плейлисте. Выкладываю кабачки в сотейник. Можно воспользоваться сковородой с высокими боками, ну или формой для запекания, если будете использовать духовку. Заливаю кипятком. Я обычно беру столько воды, чтобы не полностью был покрыт нижний слой. Добавляю соль, специи, накрываю крышкой и отправляю на умеренный огонь готовиться при слабом кипении. Обычно у меня на это уходит 35-40 минут, а вы ориентируйтесь по своей плите. Посыпаю зеленью и можно подавать. Такие кабачки очень вкусны как в горячем, так и в остывшем виде. Подавать их можно с любым соусом или просто со сметаной. Ну а вместо булгура, конечно же, можно использовать рис. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.